Какое поведение ваших родителей в детстве вы считали нормальным, пока не встали взрослыми? Когда у нас состоялся первый серьезный разговор, он был не о пестиках и тычинках. Вместо этого, однажды примерно в 11 лет, мама провела со мной очень серьезный разговор о бордерах на обыск и юрисдикции полиции. Мне были даны конкретные инструкции о том, что делать, если полиция стучится в дверь и как их задержать. Мне никогда не объясняли, зачем это было нужно. Я не особо задумывался об этом, пока не стал старше на несколько лет и не начал находить килограммы растений, спрятанных по всему дому. Скажем так, многие странные моменты из моего детства вдруг обрели смысл. Почему у моих родителей было так много друзей, которые приходили в гости всего на 5 минут, а иногда и вовсе не приходили, а только совали мне в руки 100-долларовые купюры и просили отдать их родителям? Почему мама часто ездила минут на 10 к подруге, а мне приходилось ждать в машине? Однажды после такой поездки мама случайно проговорилась, что у ее подруги есть сейф в стене и рассказала, где он находится. Как мама могла зарабатывать тысячи долларов в неделю, убираясь в домах? Она действительно убиралась, но только в двух. В доме чрезвычайно богатого адвоката и ее парня, который был окружным судьей. Почему родители были одержимы поддержанием видимости своего статуса? Церковь, спорт, семейные отпуски в Диснее и Гранд Каньоне, домашние вечеринки с дорогой посудой. Внешне все всегда должно было выглядеть идеальным, и я часто расстраивался из-за того, что это лишь ширма. До старшей школы я понятия не имел, чем они занимались. Больше всего на Рождество мы любили биться палками. Мы брали втулки от рулонов оберточной бумаги и обматывали их клейкой ленты сверху донизу. Затем устраивали семейное сражение, пока все палки не портились и не разваливались на части. Пока я рос, мне всегда казалось странным, что другие семьи выбрасывали свои палочки для сражений вместо того, чтобы использовать их по назначению. Нас с братом научили оплачивать счета еще в школьные времена. Когда родители обучали нас взрослым обязанностям, вместо того, чтобы ограничиться веселыми вещами вроде готовки, как делало большинство родителей, наши распечатывали квитанции, счета и чековые книжки. Также они заставляли нас практиковаться в выписывании чеков. Я не понимал, что это странно, пока не вырос и не обсудил взрослые обязанности с несколькими друзьями. Когда я сказал, что умею пользоваться чековой книжкой, еще со средней школы на меня посмотрели так, будто у меня на лбу вырос третий глаз. И хотя это было странно, я даже рад, что мои родители это делали. Я оказался гораздо более подготовленным ко взрослой жизни, чем большинство людей моего возраста. Когда мы с братом за столом говорили какую-нибудь гадость, мама, вместо того, чтобы отчитывать, нас использовала столовое серебро в качестве микрофона и притворялась в ведущий ток-шоу, которое она называла «Какашка-чат». Мой властный отец разрешал использовать только одно банное полотенце на всех. Каждое утро четыре человека после душа вытирались одним и тем же полотенцем. Сначала он, разумеется, сухим, потом мама, потом старший брат, потом я. До 17 лет я считал нормальным пользоваться мокрым полотенцем, которое уже побывало в чьей-то заднице. Абьюз может быть таким коварным. Мой отец любит хвастаться своими подвигами в постели. Я всегда считал, что это круто, но теперь думаю, что мой папа маньяк. Мы устраивали носочные войны. Всегда начиналось с того, что корзину с чистыми сложенными носками оставляли в гостиной. Обычно мой брат подстрекал к игре нашего приемного отца. Наши баталии длились около часа. Мы прятались по всему дому, сгребали целую артиллерию носков и забрасывали ими друг друга. Как правило, все заканчивалось тем, что домой приходила мама и злилась, что все чистые носки пропали. Папа заставлял меня управлять лодкой, чтобы он мог отойти проверить двигатель. Потом в течение нескольких секунд появлялся странный запах. Когда мне исполнилось 15 лет, я заметил этот же запах в других местах и пазл сложился. Предполагаю, что он дымил, но кто знает, может у вашего отца проблемы с кишечником или что-то в этом роде. Мой папа пыхтел в гараже. Мы чувствовали запах на кухне, но мама говорила, что это сигары. Мой отец читал книгу вслух за обеденным столом. Он очень быстро заканчивал трапезу, а потом, пока дети ели, читал им какую-нибудь книгу. И это были не какие-то детские книжки. Мы читали «Властелина колец», все семь книг «Хроники Нарнии», «Алису в Зазеркалии», «Волшебника земноморья», «Гражданина галактики», «Графа Монте-Кристо», «Я робот» и так далее. Многие отмечали, что эти книги подходят и для детей. Согласиться можно, но большинство из них изначально были написаны без расчета на детскую аудиторию. Мне они чертовски понравились, они сделали меня тем, кем я являюсь сегодня. Но вряд ли кто-то посмотрит на эти книги и подумает, «О, почитаю-ка я это своему четырехлетнему ребенку». Когда я был маленьким, в нашем доме не было понятия наказания. Если я делал что-то не так, мне приходилось сидеть на лестнице, откуда было прекрасно видно, как веселятся мои братья и сестры. Теперь я уверен, что мои родители заставляли их играть как можно веселее, когда кто-то провинился, чтобы наказанный чувствовал, что многое упускает. Хотя на самом деле я не знаю, делали ли родители подобное, когда кого-то отправляли на ступеньки, потому что главным нарушителем порядка всегда был я. Однако они определенно поощряли игры. Ну что, ребята, можете немного покататься по дому на самокатах. Это никогда не происходило, если только я не сидел на этой лестнице. Это очень эффектное наказание, которое экономит время и ресурсы, и его также можно эффективно применять и в других местах. Например, в школе, где я преподавал, была комната осетки, представлявшая собой старый кабинет с белыми стенами, несколькими партами, стульями и большими аналоговыми часами. И больше ничего. Учеников заводили с интервалом в пять минут, они могли взять с собой только одежду, предварительно вывернув карманы. Каждый ученик должен был сидеть, положив руки на парту, пока не истечет установленное время. Заняться было нечем, кроме как смотреть на часы, и каждые пять минут казались часом. Хотя на самом деле даже самого главного школьного хулигана никогда не задерживали более чем на 15 минут за один раз. Учителя могли приносить с собой все, что угодно. Я обычно брал книгу и телефон. Едва успевал пройти несколько уровней игры на телефоне или прочесть несколько страниц книги, как время заканчивалось. Так что с точки зрения учителя время шло как обычно. Правила владения тортом на день рождения. Именной торт должен быть разделен со всеми гостями и членами семьи в момент его подачи к столу. Однако с момента возвращения торта в холодильник или морозильник он становится исключительной собственностью именинника, которой он может делиться с другими по своему усмотрению. Несмотря на вышесказанное, каждый член семьи или гость дома имеет право хотя бы на один кусочек в день вечеринки или открытия торта. Дарить в качестве подарков мои же вещи. Мои приставки Super Nintendo и Nintendo 64 закладывали в ломбард, и я получал их обратно на Рождество или день рождения. Думаю, многие родители так поступают, но сама концепция кажется странной. Они приучали нас к горшку как собак. Каждый раз, как мы ходили на горшок вместо подгузника, мы получали карамельку. Это как если бы мы давали собаке лакомство каждый раз, как она ходила в туалет на улицу, а не дома. Карамельки навсегда остались в моей памяти, как какашечные конфеты. С помощью положительного подкрепления можно выдрессировать кого угодно. Я работала в зоопарке и видела, как этот метод применяют ко всем видам животных. Проблема была в том, что босс пытался применить его и ко мне. Это было унизительно, но мне так нравились те конфетки Happy Heep. Каждую субботу после завтрака они уходили в свою комнату покувыркаться, оставляя меня в гостиной смотреть мультики. Наша квартира была довольно маленькой, я находился в двух метрах от них, и они делали это очень громко. Я никогда не придавал этому значения, теперь это немного вызывает у меня отвращение. Но это лучше, чем слышать, как они кричат и ссорятся друг с другом. Не то чтобы это было странно, но в памяти всплывает одна история, которую я долгое время не понимал. Я был маленьким ребенком в начале 80-х, лет 6. До того, как мои родители развелись, они держали под диваном в гостиной перевернутый фрисби-диск, который мне запрещалось трогать. Однажды днем, когда я остался дома с няней, отец пришел с работы и обнаружил меня на заднем дворе, играющем с этим диском, и ужасно разозлился. Оказалось, что они держали во фрисби растения, а я, будучи мелким, не знал, что это за зелень, и просто выкинул ее во двор. Думал, что это скошенная трава или что-то в этом роде. И да, оказалось, что тайник во фрисби-диске организовывали далеко не только лишь мои родители, так что, наверное, они не были такими уж странными. На Рождество мой папа разыгрывал одну сценку, которую он называл «Мисс Ёлка». Мама подводила нас к окну, а он стоял за рождественской ёлкой и делал вид, что это дерево с нами разговаривает. После Рождества нам говорили, что «Мисс Ёлка» вернулась на ёлочную ферму. Представьте себе мой ужас, когда я узнал, что другие дети о «Мисс Ёлке» и знать не знали. Мыли и повторно использовали пластиковые тарелки, ложки, вилки, стаканы и так далее. Я вас понимаю, мой старик моет бумажные тарелки. У нас есть обычная посуда, просто он считает, что размягшая бумага макароны держит лучше. Сигареты, которые мама скручивала и курила каждый вечер, оказались именно тем, о чем вы подумали. Постоянные ссоры, которые иногда доходили до рукоприкладства, были нормальным явлением в нашем доме. Когда я впервые пришла в гости к подруге, и ее родители заботливо касались друг друга и обменивались приятными словами, я была потрясена. Затем ее родители поразили меня тем, что действительно слушали, что она говорит, спрашивали, как прошел ее день, и отвечали ей, когда у нее возникали вопросы. Я и представить себе не могла, что взрослые могут слушать детей. Никогда. До этого момента я также не представляла, насколько жестокой была моя семья. Для меня это было шоком. Кроме того, когда я переехала от родителей в 16 лет и продолжала получать хорошие оценки, за это бабушка купила мне подарок. Положительное подкрепление было для меня настолько странным понятием, что я спросила, что должна сделать, чтобы отплатить за ее подарок. Сейчас, в возрасте 30 лет, я понимаю, как нужно вести себя с детьми, и моя племянница, которая живет со мной, воспринимается как личность, а не как абуза. Когда приходят ее друзья, я замечаю тех, кого воспитывают так же, как меня, и стараюсь быть для них лучшим примером для подражания. При виде людей, у которых было такое же детство, на глаза наворачиваются слезы. Я понимаю, как трудно бывает признать прошлое. Детям, которые все еще живут этой жизнью, все наладится. У меня это заняло много времени. Дружеские и романтические отношения в мои 20 лет были катастрофой. Если хотите, берите пример с меня. Работайте над собой и старайтесь стать более осознанными. Хранили батарейки в холодильнике. У нас был целый ящик новых батареек, но их хранили на полочке дверцы холодильника. Я не понимал, что это странно, пока не переехал к своей второй половинке и точно так же не пошел класть батарейки в холодильник. Она спросила меня, что, черт возьми, я делаю, и я не смог ответить. Гены пальцем не задавишь. Родители заставляли меня и моих братьев и сестер спать в одной комнате с ними. При этом в доме были другие свободные комнаты. Это продолжалось, пока мне не исполнилось 14. Родители даже занимались интимом по ночам, когда думали, что мы спим. Думаю, в некоторых культурах это норма. Мой отец постоянно был в командировках и возвращался только на выходные. Думаю, моя мама просто чувствовала себя в большей безопасности, когда мы были в комнате все вместе. В любом случае, мы с братьями и сестрами уже выросли, у нас своя жизнь, и мы иногда шутим на эту тему. И еще, тем, кто говорит, что это абьюз, вы просто смешны. Мои родители очень хорошие люди. Это была, наверное, самая странная их вещь, но в зависимости от того, в какой части земного шара вы находитесь. Мы в полном порядке, все получили профессию, работаем, преуспеваем в жизни, явных эмоциональных расстройств у нас нет. До того, как я научился плавать, мама надевала на меня спасательный жилет, привязывала к нему длинный кусок нейлоновой веревки и бросала меня в реку. По сути, она веселья ради плавала со мной по реке на поводке. Мам, ты самая крутая бедуинка. У нас есть свой семейный куплет поздравительной песни ко дню рождения. Мне потребовалось несколько лет, чтобы понять, насколько это странно. Они сохраняли наши зубы после того, как забирали их из-под подушки, и зубная фея оставляла деньги. Когда я была подростком, нашла маленькую шкатулку, в которой лежало около 60 зубов. Но надо же, оказалось, это не так уж и странно. У многих людей родители так делали и даже потом дарили зубные коллекции своим детям. Мы не сентиментальная семья, то есть никаких объятий, никаких «я тебя люблю», никаких совместных валяний на диване. Я не знала, что это странно, пока не начала оставаться у друзей с ночевкой. И по сей день, если я пытаюсь взять маму за руку, она тут же выскальзывает. Наверное, у нас так не принято, но я бы не отказалась, чтобы мне вдруг просто так помассировали спинку. Моя мама очень ревнива и расстраивается при малейшем намеке на то, что она кому-то не нравится. Например, мой любимчик – папа. «Ну, если я тебе не нравлюсь, это нормально, я всего лишь вырастила тебя и любила всю жизнь, а он ничего и никогда не делал». Или «Извините, мэм, срок действия этой карты истек, я не могу ее принять. Вам придется принести новую карту на следующий прием». «Почему вы не можете принять эту? На ней та же информация, просто впишите более позднюю дату». Женщина продолжает вежливо отказывать, ссылаясь на законы и политику компании. «В конце концов, моя мать уходит, позже в машине». «Не могу поверить, что эта женщина была такой грубой. Тоже мне большая проблема. Ненавижу таких людей, думают, что они чем-то лучше нас. Глупая чванливая баба». И да, кажется, будто она ужасный человек, но во многих других отношениях она очень милая. Просто вечно изо всех сил защищается. В моей семье было слишком много детей, чтобы каждый из нас мог уследить за своей зубной щеткой. Мама несколько раз пробовала маркировать их или выделять цветом, но привычка просто брать самую свежую на вид зубную щетку прижилась слишком основательно, и так и осталась. Позже мама объяснила, что, скорее всего, когда заболеет кто-то один, остальные все равно тоже заболеют. У нее была теория, что это полезно для нашей иммунной системы. В конце концов, мы, дети, поняли, что гигиена зубов соблюдается таким образом далеко не во всех семьях. Но, наверное, осознание пришло не раньше времен колледжа. Перенесемся в наши дни. Когда мой брат первый раз привел домой девушку, чтобы познакомить ее с семьей, все были дома на каникулах. На утро она проснулась и подозвала брата, чтобы узнать, нет ли у него лишней зубной щетки. Она подумала, что кто-то перепутал и случайно воспользовался ее щеткой, которую она оставила в ванной. Ему пришлось объяснить ей, что в нашем доме оставлять зубную щетку в ванной небезопасно, особенно если она выглядит как новая. Думаю, с того момента она не смотрела на нас как прежде, что совершенно справедливо. Как вы понимаете, это еще не все. Я до сих пор не знаю, сколько еще семей не едят сбитых на дороге животных, которых они специально постоянно сбивают. Так мы добывали индейок и оленину. Не смывать за собой сразу после похода по маленькому. Экономили воду. Пытались воссоздать сюжет книги «Уолден» или «Жизнь в лесу». В детстве я думал, это нормально, что мои родители выбрали заросший лесом участок глуши и построили там дом. Почти всю еду мы выращивали сами. Осенью проводили много времен за закаткой солений на зиму. Отец сам валил деревья и заготавливал из них дрова для отопления дома. Мы самостоятельно ремонтировали и улучшали дом как только могли. Отец разбирался в сантехнике, электрике и даже самостоятельно делал мебель. В то время как основным заработком мамы было преподавание истории, папа стал пчеловодом, производил и продавал мед. Мама также шила нам одежду и зашивала дырки, накупленные ранее. Мы слушали только классическую музыку, а стены были заставлены шкафами с классической литературой. Гомер, Овидий, Сократ, книгами о выживании, типа «Как построить юрту», о птицах и растениях. Пока я не стал подростком, у нас не было телевизора. Только поступив в колледж, я смог узнать, как живут другие люди, а потом оглянуться на свое детство и понять – это было не совсем нормально. Не поймите неправильно, я ни о чем не жалею. За исключением разве что того, что я не осознавал происходящего. Иронично, что сейчас я работаю в IT. Отец расхаживал взад-вперед по гостиной с заряженным пистолетом, который направлял на каждую проезжавшую мимо машину. Он думал, что в каждой машине сидит кто-то, с кем мама ему изменяет. Это было не так. Он сидел на порошках. Однако же он никогда не увольнялся с работы и в конце концов обратился за помощью и привел свою жизнь в порядок. Правда, мы с мамой тогда уже ушли из его жизни. Мои родители постоянно переезжали. К тому времени, как я окончил среднюю школу, я успел проучиться в 22 школах. Два года назад я купил участок земли. Уеду отсюда только в мешке для трупов. Когда я рос, мой отец разводил крупный рогатый скот на убой. Это было скорее его хобби, чем профессии. Коровы у нас жили черные, породы Брангус. Поэтому, когда родился совершенно рыжий теленок, это было немного странным. Иногда рождались телята с красным оттенком, который вскоре исчезал. Но этот теленок так и остался рыжо-красным, пока не вырос. Мы с братом, как и все люди, проявляли интерес ко всему необычному. Эта корова вызывала особый интерес. Так что мы решили, что именно она будет нашим домашним питомцем. Назвали ее Искоркой. Большую часть времени мы кормили Искорку с рук и обращались с ней, как с большой собакой. Примерно через год или около того, Искорка пропала. Однажды вечером, когда мы ели бургеры, отец сказал нам с братом, что корову зарезали, и мы должны понять, что эти животные нам не друзья, а лишь ресурс, который нужно использовать. Хотя это по большей части печальная реальность, я понимаю, какой урок он пытался нам преподать, и это был довольно травмирующий психику способ обучения. Стоило бы просто попытаться остановить нас, чтобы мы не проявляли особого интереса к корове или что-то в этом роде. В нашем первом доме в туалете были большие часы с кукушкой. Они висели на стене напротив унитаза, так что, сидя на троне, ты вынужден был смотреть прямо на птицу. Папа всегда говорил нам смотреть на часы, чтобы не засиживаться в туалете. Если кукушка куковала, пока мы были внутри, он стучал в дверь и спрашивал, «Вас там не смыло? Долго еще?» Возможно, так происходило из-за того, что у нас была всего одна совмещенная с туалетом ванная комната на весь дом, но все же это кажется странным. Что ж, спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. У вас были подобные истории? Пишите в комментариях. Также советую посмотреть наше предыдущее видео. А пока удачи и хороших снов или хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok